Привет, меня зовут Пётр Песничевский, я фуд-фотограф. В этом выпуске мы поговорим о том, кто вам лучше всего будет знать, прежде чем заняться фотографией. Поговорим о каких-то базовых вещах. Зачастую в процессе съемки участвует целая команда, у которой под контролем все, начиная от тонких лучей света, заканчивая якобы случайно упавшей горошиной черного перца на стол. Но если вы только начинаете свой путь, вам достаточно будет просто камеры смартфона. Итак, первое, на что вам стоит обратить внимание, это место, где вы собираетесь фотографировать. Как правило, это самая светлая точка, либо в квартире, либо в том месте, где вы собираетесь снимать. Желательно, чтобы света было как можно больше, чтобы с ним можно было работать, чтобы его можно было каким-либо образом модифицировать. В идеале, если это большое окно, и не поленитесь, если никакой поверхности нету, не поленитесь ее сделать. Это может быть либо какие-то стулья, на которые вы положите какой-нибудь фон. Кстати, о фонах. Очень часто мы используем подобного рода штуки. Это лист фанеры, на котором имитируется такая либо каменная поверхность, либо бетонная. Их вообще очень большое разнообразие, и на любой вкус можно подобрать. Затем бывают деревянные, либо какая-то состаренная текстура, либо просто светлое дерево. Выбор их тоже очень большой. Можно посмотреть на специализированных сайтах, которые занимаются созданием таких фонов. И самые компактные, наверное, которые проще всего хранить вот в таких рулонах, это бумажная основа. Бывают полипропиленовые, резиновые, которые не боятся влаги. Вот. И вот так вот раскатываются. Их можно либо повесить сзади, очень удобно на стену, чтобы был задний фон. Либо просто расстелить на столе. Итак, зачем же вообще нужны фоны? В первую очередь для создания какой-то атмосферы в кадре. Согласитесь, вам очень быстро надоест снимать на какой-нибудь стандартной кухонной столешнице или на глянцевом столе. Ну, это будет, во-первых, некрасиво, и, во-вторых, из раза в раз повторять одно и то же не очень хочется. Здесь же мы никак не ограничены в цвете, фактуре. После того, как мы определились, на чем мы будем снимать, обратите внимание на поведение света в разное время суток. С утра, днем, вечером. Какой это свет? Насколько он интенсивный? Мы можем разделить все освещение на два типа. Это естественное освещение и искусственный свет. Под естественным мы подразумеваем дневной свет. Ну, искусственным можно назвать все, что не относится к дневному свету. Это любые лампы, будь то бытовые, либо профессиональные специализированного назначения. В свою очередь, весь свет можем разделить на, ну, грубо, на мягкий и жесткий свет. Под мягким мы подразумеваем какие-то размытые тени, аккуратную картинку. Под жестким мы подразумеваем дневной свет. Это прямые солнечные лучи, длинные вытянутые тени, отчерченные края. Это также имеет непосредственное влияние на настроение, на характер вашего изображения. Это очень важно. Но будьте аккуратны. Если вы фотографируете при искусственном свете, очень часто появляются какие-то паразитные оттенки, потому что у всех лампочек разный цвет, разная температура. И не удивляйтесь, если помидор вдруг будет немного зеленоватым, либо будет иметь какой-то неправильный, неестественный оттенок. Не такой, как вы видите его глазами. Дело не в камере, дело, скорее всего, в освещении. Самый правильный свет для фуд-фотографии – это именно дневной, потому что он не искажает настоящие цвета. Итак, давайте теперь поговорим о том, вообще с чего стоит начинать свой путь фуд-фотографии, что фотографировать, на что обращать внимание и так далее. Я рекомендую начинать с каких-то простых вещей. Не нужно себе усложнять жизнь. Не надо пытаться сфотографировать какое-то бесформенное блюдо, которое непонятно с какого угла лучше выглядит, непонятно как к нему подступиться. Берите какие-то простые, понятные вещи. Это может быть макаруны с соседней кондитерской, красивый круассан, чашка кофе, какие-то понятные базовые вещи. С ними гораздо проще работать. Обратите внимание на посуду, на которой вы снимаете. Я советую на первом этапе использовать матовую посуду, так как на глянцевой вам будет сложно бороться с бликами, и они, скорее всего, будут отвлекать от главного объекта съемки. Также какую-то еду можно снимать просто на белом фоне, либо без какого-то окружения, если это что-то красивое, например, какой-то необычной формы помидор, такой из складка. Такие вещи красивы сами по себе и выглядят всегда классно. Что очень важно, постоянно увеличивайте свою насмотренность. Всегда задавайте себе вопрос, почему вам понравилась та или иная фотография. Возможно, там какой-то необычный свет или объект съемки очень любопытен. Может быть, какие-то фактуры или текстуры предметов очень классные. Либо это вообще может быть все вместе. Итак, для съемки нам понадобится, собственно, телефон и желательно какое-нибудь стороннее приложение для управления камерой телефона. Я лично использую ProCam, но это может быть абсолютно любое приложение, которое позволяет вам выставлять баланс белого, экспозицию менять и фокусироваться. Какие-то базовые функции просто там должны присутствовать. Это может быть как платное, так и бесплатное приложение. Абсолютно не важно. Главное, чтобы вам было удобно им пользоваться. Нас интересуют такие настройки, как температура, баланс белого, экспозиция и выдержка. Все, больше нам ничего не нужно. Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Итак, мы определились с местом для съемки. Мы поняли, что мы будем снимать и плюс-минус разбрались в настройках камеры. В следующем выпуске мы поговорим о свете, начнем непосредственно с ним работать и приступим к съемке.